Вот еще один экзамен для выпускников израильских школ, и я решил разобрать вот это вот второе уравнение. Если у кого будет желание решить еще, какие-то задания отсюда напишите. Изначально может показаться, что эта система нерешаемая или какой-то очень сложный способ должен быть здесь. Но уже внизу, например, если вынести за скобки x, y, у нас получится x плюс y внутри. То есть система будет выглядеть так. Я даже напишу x плюс y отдельно сверху. Если мы к ним прибавим x, y, получим 11. То есть я просто переписал первую строчку с перестановкой слагаемых. А во второй строчке я x, y выношу за скобки. То есть тут остается x, а тут остается y, и я пишу их в скобки. И это все равно 30. То есть получаем новую систему, где видно, что участвуют в записи вот x, y, и здесь, и здесь. И точно так же участвуют в записи вот синеньким выделю x плюс y, и здесь, и здесь. То есть очень удобно красный, допустим, заменить. Напишу x, y, заменю буковкой a, а x плюс y, синенький, заменю буковкой b. И тогда написано b плюс a в первом уравнении равно 11. А во втором уравнении a умножить на b равняется 30. Можно даже сейчас попробовать угадать какие-то числа. Вот, например, 3 умножить на 10, 30, но 3 плюс 10, это 13. То есть что-то другое нужно подобрать. Например, 5 и 6 очень хорошо подходят, причем симметрично. 5 умножить на 6, и дают 30, и в сумме дают 11. Но мы решим до конца. То есть из первого уравнения можно сказать, что a это 11 минус b. И подставим просто во второй. То есть я напишу 11 минус b умножить на b равно 30. То есть это своего рода квадратное уравнение. Кстати, здесь и написано теорема Виета. То есть будет, если я минус b квадрат перенесу в другую сторону, это будет b квадрат. Потом 11b тоже перенесу, будет минус 11b. Плюс 30 равно 0. И видим как раз, b плюс a это минус коэффициент перед x в нашем случае b. И их произведение это и будет само c. Здесь кто хочет, может решать через дискриминант. А можно, как я и сказал, записать это в скобочках. То есть b минус 5 умножить на b минус 6 и получить нолик. То есть у нас есть два варианта. Я пока все это сотру. Или же b равно 5, и тогда a придется быть 6. Или же b равно 6, и тогда a придется быть 5. И вот два этих разветвления дают нам следующее. x плюс y равно 5, а x умножить на y это 6. Или же x плюс y это 6, а x умножить на y будет 5. Здесь легко видеть это 3, 2 и 2, 3. Я напишу 3, 2 и 2, 3 будут решать его. То же самое теорема Виет. А здесь видно 1 умножить на 5 и 5 умножить на 1 дадут также в сумме шестерку. 1 плюс 5 и 5 плюс 1. Поэтому 1, 5 и 5, 1. И кто хочет, может подставить сюда эти значения и убедиться в том, что все 4 точки будут пересечением этих двух графиков.